Всем привет! Меня зовут Катя Рок. Я персональный стилист, шоппер, пиарщик фэшн-индустрии. Сегодня будет видео из разряда «Моя коллекция». Сегодня я решила показать вам свою коллекцию колец. Меня часто спрашивают в Инстаграме, откуда я взяла то или иное кольцо. Просу все время показать их все. Я решила это сделать и говорить всякую чушь. Я тоже решила уже очень давно. Вообще, если говорить об украшениях, то я люблю именно кольца. На второй строчке идут браслеты и потом уже подвески и сережки. Спасибо. Спасибо всем сережкам, спасибо всем. Итак, вообще, если в целом говорить об украшении, которое мне нравится, то это кольца, часы и солнцезащитные очки. Это вот, если смотреть по частоте покупок, и вообще очень легко определить, что вам нравится больше всего, когда вы заходите в магазин, вы идете именно к этому. Итак, погнали. У меня есть вот такая вот суперштучка. Не видно. Фокус. Это вот такая фарфоровая рука в виде рокерской козы. На нее я раньше цепляла кольца, но в какой-то момент ее стало очень мало. Поэтому теперь у меня еще рядом с ней валяются... Да, не валяются. У меня ничего никогда не валяется. У меня все лежит на таких коробочках. Из-под этих же колес, например, там Gucci или Chanel. Красивенькие, конечно, оставляю самые. И на них лежат кольца в зависимости от вида. То есть у меня есть отдельная коробочка, на которой лежат кольца суперкрупные, такие массивные, большие. И коробочка, на которой лежат супертонюськи. И коробочка, на которой лежат кольца как бы на тонкой основе, но с набалдажниками всякими. Так, давайте начнем просто по порядку. Буду вам рассказывать, перечислять, показывать. Значит, вот это кольцо из бисера. Это черный бисер с золотом. Его я купила в недавней поездке. Я была в Португалии. Вообще, кстати, я для себя решила, что очень круто, когда где-то ездишь и привозишь оттуда, ну, в моем случае, именно кольца. Вообще, я поняла, что это так неприкольно, когда возишь всякие брелки. И магнитный холодильник, и всяк такую чушь, открытки. Ну, это лично для меня. У вас там может быть другая история. Может быть, вы любите, что у вас на ключах там было триллиард брелков. У меня, кстати, раньше тоже такая фигня была. И подумала о том, что идеально, когда привозишь из поездок то, что будет чаще всего с тобой. И будет тебе напоминать об этом. То есть, для меня это кольца. Соответственно, когда это кольцо на мне, я вспоминаю о своей прекраснейшей поездке в Португалию. Вот такое еще у меня есть колечко. Это колечко из последней коллекции Гуччи. Муж подарил мне его на Новый год 2017. Две жемчужинки. Одна из них выглядит как булава. Оно такое достаточно массивное. Оно мне очень нравится. Но у него есть минус. Оно сильно выпирает. И эта булава, она уже несколько раз травмировала меня, окружающих. Ну, в принципе, булава для этого и существует. Но, конечно, тяжеловато его носить. Особенно зимой, когда, там, не знаю, свитер какой-нибудь, он очень легко цепляется и оставляет там зацепки. Покажу еще свое кольцо Гуччи, которое я просто обожаю. Вот оно. Оно какое-то оказалось мега универсальное. Это кольцо муж мне подарил на прошлый Новый год. Вот такие колечные подарочки. Это лев, у которого зажат камень в пасте. Он фиолетового цвета. Этот лев оказался безумно универсальным. Его легко вписать вообще под все мои образы. И он удобнее. То есть он не цепляется так, как вот эта булава. В общем, все на него всегда обращают внимание. Я его очень люблю. Очень классный. Ну, давайте раз пошли по таким крупным борочным кольцам. И мы продолжим. У меня есть еще вот такие вот. Можно сразу три вот так показать вам. Я их обычно так, кстати, и ношу. Это три кольца бренда Alcozer Jewelry. Они, по-моему, да, они итальянцы. Эти кольца они мне подарили. Они очень эффектно смотрятся вместе. То есть это такое голубое. Тут даже есть немножко жемчужинок. Просто с большим камнем. И с черным камушком. Что ж такая, не знаю. Они напоминают стегучи. Даже когда вместе носишь. Ты думаешь, что это гуча. Ой, а ты что, я только рада. Думаю. Дальше. Вот это кольцо. Это моя просто невероятнейшая любовь. Это кольцо напоминает мне звездное небо. Мне вообще кажется, что у всех есть какие-то свои приколы, свои фишечки. Вот для меня космос, звездное небо, планеты, созвездия. Все это, это что-то невероятное. И я это все очень люблю. И это кольцо подарил мне муж, когда он, да, мы еще тогда только встречались. Мы поехали с ним в Хельсинки на 8 марта. 8 марта отношусь, ну так, достаточно спокойно. Там можно подарить большой букет цветов крутых и все. Вот. И мы гуляли по Хельсинки. Ушли там в какую-то какие-то далекие дали. Набрели на очень классный магазин. И там вот было вот это вот кольцо. И я просто увидела его и влюбилась. Но, конечно, для подарка на 8 марта оно стоило 300 евро. Это гуч, чтобы вы понимали, стоит 350 евро. А этот бренд называется Bex London. Также колечко, которое подарил муж. В принципе, я редко, ну я бывает сама себе покупаю, да. Но чаще их, конечно, мне дарят. Вот это колечко тоже из той же истории. Тоже, вот видите, можно наблюдать звездное небо. Оно просто прекрасное. Это кольцо уже не из таких, не из дорогих. Это Аза Сторис. Мы с мужем были в Берлине на нашу годовщину свадьбы. И заранее решили, что не будем ничего друг другу дарить. Это все как бы ерунда. Вот. Но, когда я увидела это колечко в Аза Сторисе, я такая, о господи, он такой, все, пойдем. Потом я сама поехала куда-то там, я уже не помню сейчас. Может, в Милане. Где-то, в общем, я купила второе кольцо из этой серии. То есть, вот они у меня, два таких. И это кольцо тоже мне понравилось, потому что оно безумно круто переливается. И для меня оно как, ну, как тоже, как звезды, как что-то такое. И еще как мой любимый лед. Я просто обожаю лед. Я вообще обожаю застывшую воду. И вообще люблю воду. Это для меня великолепная стихия. Но я их вместе редко ношу. У меня бывает. Я вообще могу как угодно надеться, достичь настроения. Это тоже из недавних колец. Сильно помешалось, похоже, на этой теме с звездами и небом звездами. В общем, типа бриллианты. Циркони или как-то так называется. Это колечко я купила в магазине 2213 Гифт в Петербурге. У них достаточно клевая подборка и весьма недорогая. То есть я просто шла мимо этого магазина и купила. По-моему, он стоил 6500. А выглядит вообще круто. То есть оно реально выглядит как бриллиантовое колечко. Блин, ничего не включается. Все, не буду больше снимать. Ладно. В общем, так я их ношу. Могли видеть в Инстаграме. Оно розовенькое, тонкое одно. И второе такое похоже на классическое engagement ring. Типа европейское. Дальше у меня колечко Шанель. Я сама себе подарила его на 20-летие, которое мы праздновали с моей сестрой в Милане. Оно такое безумно милое. У него темный металл. И оно усыпано жемчужинками. Я его очень люблю. Оно классненькое. Тоже напоминает мне о той нашей совместной поездке в Милан с сестрой. Было очень забавно. Такое, не помню, на 20 лет или на 25. Вот это кольцо, оно просто... Ох, я его так люблю. Оно более, мне кажется, летнее. Это созвездие Большой Медведицы. И это кольцо я купила в Барселоне. В маленьком таком местном магазинчике с местными дизайнерами. Оно стоило, по-моему, 25 евро. Оно очень тонкое, очень маленькое. Подарки от питерского магазина Море. Море джелли. Полумесяц. И такая штучка-дрючка тоненькая. Вот так их вместе ношу. Не скажу, что я прям... Они и моя любовь, но они есть. То есть, и когда мне хочется надеть кучу тоненьких колечек, я напяли бы их. Вступает в дело моя рука. Здесь кольца более такие старые. Они старше, чем все остальные, и моя коллекция. Это... Когда-то я была просто фанатом этого бренда. Кольцо Прейвил. Это кольцо я купила в Австрии. Оно тоже напоминает мне о поездке нашей сестрой в Австрию. Мы как-то там почти две недели провели на новогодних каникулах. Сразу улетели 1 января и остались там. У него куча сторон. Вместе и глазки, и геометричный рисунок. Это кольцо я купила в поездке в Париж. Тоже на неделю мода, когда там была. Это ласточка. Оно безумно классное, супер мило. Я потратила у него последние деньги. Вспомню, я шла уже в этот магазин Monoprix. Это продуктовый магазин. Закупать еду, чтобы... Ну, впаковать этот чемодан стабильно. Мы русские возим жрачку из Европы, поскольку у нас нет ничего. И вот я шла и по дороге набрела на этот ювелирный. Жила тогда в районе Жардин де Люксембург, по-моему, вот этого парка. В галерее появился его корнер. Мы вчера с сестрой туда ходили, и я узнала по стилистике и по упаковке. Очень классное. Эта ласточка, она просто шикарная. Это мое первое украшение Freyville. Его подарил мне отец на мое 20-летие. Мы тогда с моими подружками Катей и Яной полетели в Бельгию, в Брюссель, мой любимый. А подарочек был со мной. Я люблю вообще, когда даже летаю, чтобы подарки вали с собой в дорогу. Я открывалась в моем день рождения, а не после него. Это кольцо, оно с домиками. В Вене в Австрии есть такой архитектор, который там построил в стиле Гауди, тоже такой странный достаточно. Он построил вот такие домики с прикольными башенками. Эта коллекция посвящена ему. Я не помню его имени, потому что оно люто сложное. Четыре кольца бренда Handmix. Это бренд петербургский. Я когда-то работала его пиарщиком. И до этого, до того, как работать его пиарщиком, мы познакомились с владелецей Валерией. Я как раз улетала на неделю моды, по-моему, в Милан. А может, в Париж. Я вот не помню. Я такая молодец вообще. Мой рассказ безумно интересный. Это я не помню, это я не помню, и это я тоже не помню. В общем, она мне подарила вот эти четыре кольца, чтобы я там ходила, и меня в них фоткали. Видите, почти везде есть жемчужинки. У нее все натуральное. Это серебро, камни и жемчуг. Этот с буквой K, мое персонализированное. Это на фалангу с двумя. Это тоже такое и фаланговое, и вниз его можно цепить. А вот это вообще крутянейшее. Оно просто такое огромное, массивное. Кольцо. В принципе, вот так вот это можно и носить. Ну, тут у меня еще очень-очень-очень старое мое кольцо. Это кольцо Swatch в виде радио. Видите, такая печатка. Кстати, сейчас печатки модны. Можно продолжить его носить. Вообще, я люблю оставлять какие-то кольца или даже какие-то вещи, думая о том, что вдруг придет опять их время. И это часто бывает, потому что мода, она такая цикличная. Ну, и даже не мода, а мое настроение. Потому что мне, в принципе, наплевать, что там модно, что нет. Но бывает, что просто откапываешь какую-то кофту или обувь, или вот так кольцо, и влюбляешься заново, как будто бы носишь, носишь, носишь. Пишите в комментариях, кстати, у вас бывает такое, что что-то долго лежит, вы все равно не отдаете, что чувствуете, что придет время, и время приходит. Штучка, на которую вешаю я свои кольца, мы ее купили в Тайгере. А, нет, в Urban Outfitters, да. На самом деле, она очень крутая. Я просто когда увидела, поняла, что она будет подставкой для моих колец. Ладно, на этом все, ребята. Спасибо большое, что смотрите. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно весьма сумбурное. Все, я вас всех люблю. Спасибо за просмотр. Спасибо.